Домашний текстиль, изделия из древесины, домашнее мыло и продукты питания. Все это в эти дни можно было найти на пасхальной ярмарке в Риге, к которой также присоединились и украинские ремесленники, которые убежали от войны. На ярмарку отправился мой коллега Даниил Смирнов. В Берманском парке в Риге сегодня собрались ремесленники практически со всей страны на праздничном мероприятии под названием «Пестрая пушистая Пасха». Несмотря на холод и ненастную погоду, праздничная ярмарка быстро наполнилась посетителями. У наиболее оригинальных изделий сразу начали скапливаться покупатели. Эти разделочные доски создаются из разной пестрой древесины, из разной породы древесины. Она со всего мира. Это местные деревья, есть даже тропические, в том числе и красное дерево. Чуть дальше шла активная дегустация. В бутылочках разлито что-то медового цвета. Но оказывается, это не мед, а изделие из цедонии. В один прекрасный день мы как горожане решили выращивать в деревне цедонию. В конце концов, это все выросло, и пришло время думать, как это все переработать, чтобы превратить в конечный продукт. Конечным продуктом стали не только классические сиропы и варенье, но и зефир, который появился в результате смелого кулинарного эксперимента. Самым большим вызовом было создать зефир, как молодежь называет маршмеллоу. Особенно без яичного белка получить такую консистенцию, которая не потеряет объем. Несмотря на развитие химической косметики, у людей не ослабевает интерес к тому, что произведено из натуральных трав. В данном случае ароматические смеси. Есть на ярмарке и уголок для ремесленников с Украины. Ирина – мастер-художник из Киева, где продавала свои игрушки из хлопка на Андреевском спуске. С Украины мы не взяли ничего, кроме трех рюкзаков. Игрушки родились уже в Риге. Организаторы праздничной ярмарки плату с украинских мастеров не берут. Вы очень хорошо нас принимаете. Мы испытываем очень большую благодарность. Но эту благодарность просто честно, а не передать словами. Даниил Смирнов, Андрис Сарма, Русаласа.